Бэкьярд 4.2G Работа над этим массивным проектом велась на заднем дворе британского изобретателя. Там же мини-аттракцион был испытан, а после запущен в работу для семьи и друзей. Сами горки были собраны в основном из деревянных деталей. Рельсы изготовлены из пластиковых трубок, шпалы из дерева. Вагонетка также имеет максимально простое устройство. Человек не фиксируется при помощи автомобильных ремней безопасности. Внутренние механизмы приводятся в движение 90-мм воздушной катапультой, которая создает свыше 544 кг тяги. Длина у трека совсем небольшая, так что конца пути вагонетка достигает всего за пару секунд. Однако начальная скорость горок такова, что райдер успевает получить острые ощущения и выброс адреналина в кровь. Феникс-4 19 сентября 2015 года американец Курт фон Делиус вместе со своей командой отправил в воздух самодельную ракету «Феникс-4». Запуск состоялся на импровизированном космодроме в пустыне Блэк-Рок, Невада. Летательный аппарат достиг сверхзвуковой скорости около 1440 км в час. Это почти в три раза превышает среднюю скорость полета коммерческих авиалайнеров. Высота в 30 км была достигнута за 1 минуту и 15 секунд. После этого состоялось успешное приземление в 3 км от точки запуска. Благодаря специальному парашюту ракета не получила повреждений. Повторный запуск состоялся уже 16 июня 2018 года, когда «Феникс-4» превзошел сам себя. Он поднялся на высоту 74 км, побив рекорд среди любительских ракет. Все это после более чем пяти лет исследований, испытаний и проектирования. Тем удивительнее понимать, что весь проект, включая дизайн и внутренние компоненты, были созданы в самом обычном гараже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Паратрайк Созданием подобных аппаратов занимается Александр Маслов из России. Похожий паратрайк можно даже купить. Обойдется он примерно 650 долларов. Трактор За очередным необычным транспортом отправляемся в Великобританию. Именно здесь практически из подручных материалов был собран этот самодельный трактор. Правда, даже сам разработчик не уверен в точной классификации своего детища и называет его чем-то средним между трактором, легковым автомобилем и грузовиком. Сердцем модели является восьмисильный двигатель от газонокосилки Körler K181, карбюратор Amal 28 мм, агрегат трансмиссии Pirlos 1200 Series, взят от садового трактора, руль позаимствован у котла для отопления теплицы, сидение сколочено из пары досок. Ну а колеса были взяты у автомобиля, который выпускался с 1932 по 1937 год — Ford Model Y. Последние эффектно дополнили необычный дизайн трактора в духе стимпанка. Транспорт был построен около 10 лет назад и стал не единственным детищем талантливого мастера. Также он построил несколько моделей мотоциклов, которые тоже были собраны из самых разнообразных деталей и похвастаются не менее необычным внешним видом. Данное изобретение является живым олицетворением фразы «работай умно, а не долго». Вместо того, чтобы самостоятельно поворачивать мясо над мангалом, ребята из тасманской студии Fork & Farm Homestead создали вот такой необычный вертел. Сначала конструкция состояла исключительно из велосипедного колеса, пустых алюминиевых банок и контейнера с водой. Работало устройство по принципу водяного колеса и приводилось в действие с солнечным насосом. Чуть позже, однако, проект разросся и конструкция значительно увеличилась в размерах. На ее создание ушло свыше сотни пустых алюминиевых банок. На этот раз автоматический вертел работал уже по принципу ветряной мельницы. Судно на воздушной подушке. Этот корабль был построен парнем по имени Кен Макдональд. Устройство было собрано практически из подручных материалов. Мастер использовал листы изоляции, деревянные листы, склеивал корпус при помощи клея и даже использовал бетонные блоки для создания нужного давления. В качестве материала для изготовления воздушной подушки была выбрана прочная ткань с пластиковым покрытием. Готовый транспорт передвигается только по ровным поверхностям или мягкой траве и с небольшой скоростью, а также издает довольно много шума. Однако произвести впечатление на окружающих у него все равно получается. Стэн Страйк Получить уникальное транспортное средство, нечто среднее между картом и велосипедом, оказывается можно с помощью минимального набора инструментов и за относительно небольшие деньги. Стэн Страйк был создан в России, на работу было потрачено около двух недель. Мастеру понадобился моноцикл, а точнее его передняя вилка, колесо и педали, плюс различные металлические профили и трубы. Амортизаторы были сняты с китайского мопеда, ну а кресло позаимствовано с трибуны спортивного стадиона. Все эти детали, а также велосипед и пара автомобильных колес были соединены при помощи углошлифовальной машины и сварочного аппарата. Создатель признается, что до проекта не обладал навыками в сварке и тем более инженерии. В процессе работы он не пользовался даже чертежами, лишь вдохновлялся фотографиями из интернета. Автомобиль с паровым двигателем. Тяговые моторы, для работы которых нужны исключительно дрова, были актуальными в далеком 19 веке. Поэтому сегодня транспортные средства, работающие по подобному принципу, невольно вызывают удивление. Тем более, когда создают их не компании, а самые обычные люди. Древесина у этой модели перевозится прямо на борту. Альтернативой ей могут стать органические брикеты, либо уголь. Практического применения у машины нет. Но при желании ее можно задействовать в простых сельскохозяйственных работах. Вот и Карпантера. На создание данного транспорта, способного передвигаться как по суше, так и по воде, у его разработчика Дэйва Марча ушло в общей сложности 14 лет. Сегодня это коммерческий проект. Удивительный транспорт был запущен в серийное производство. В качестве основы был выбран внедорожник компании Jeep. Он получил переработанные шасси, которые было изготовлено из легковесной стали. В качестве материала корпуса было выбрано стекловолокно. Перевод из наземного режима вводный выполняется за несколько секунд. Двигаясь по суше, Пантера разгоняется до 88 км в час. На воде скорость чуть скромнее, чтобы поездки были более безопасными. До 70 км в час. В качестве двигателя используется VTEC Honda объемом 3,7 литра. Модель рассчитана на перевозку до 4 человек. Подъемник Постоянные зрители нашего канала видели немало профессиональных технологичных подъемников для строительных материалов. Однако, оказывается, создать подобный можно и собственными руками. Вот этот, например, предназначен для подъема на крышу инструментов, черепицы и прочих материалов весом до 226 кг. Примечательно, что конструкция практически полностью была изготовлена из дерева. Мини-кухонный комбайн Отсутствие продвинутой бытовой техники на кухне не является поводом для расстройств. В интернете можно найти достаточно видеоуроков, чтобы сделать ее собственными руками. Например, вот этот мини-комбайн был собран из крышки от самой обычной бутылки, электромотора и аккумулятора. В процессе работы мастер использовал только дрель и пистолет для горячего клея. Измельчать продукты предлагается в стеклянной банке, комбайн крепится прямо к ее крышке. Большой мощностью такой блендер не похвастается, однако для превращения мягких фруктов в пюре его более чем достаточно. Веспа Экстрим Модифай Чтобы взглянуть на очередной необычный транспорт, созданный руками обычных людей, отправимся в Индонезию. Именно здесь был создан этот 7-метровый гибрид мотоцикла и карта. Благодаря уникальной форме корпуса он может перевозить одновременно несколько человек. Чтобы приводить в действие такое огромное количество колес, которых здесь целых 47 штук, одного бака с топливом оказалось недостаточно, поэтому транспорт получил два бака. Пожалуй, единственные его недостатки — это малая маневренность, а также слишком близкое расположение пассажиров и водителя к земле. Пресс для банок Пустые алюминиевые банки занимают слишком много места. Поэтому перед транспортировкой в центр утилизации их необходимо обработать, сжать, чтобы они имели более компактный размер. Хорошей альтернативой привычному ручному труду в данном случае станет вот такая самодельная машина. Она работает с банками любого размера, рабочий цикл, одно сжатие занимает ровно 2 секунды. Таким образом, производительность может достигать 1800 банок в час. Пожалуй, единственный недостаток прибора — это необходимость вручной загрузки. Питается пресс от стандартной электросети. Заряжатель магазинов Магазин американской полуавтоматической винтовки AR-15 вмещает в себя 45 патронов. Ручная загрузка отнимает слишком много времени, поэтому полицейские и охотники предпочитают пользоваться специальными устройствами. Ну а так как стоят они немало, вариант, который вы видите на своих экранах, наверняка многим приглянется. Это самодельное устройство для автоматической перезарядки, созданное из куска древесины. Прибор имеет несложную конструкцию, собирается при помощи стандартного набора столярных инструментов. Подробные видеоуроки по его созданию можно легко найти в сети. Лэнд Вока Данный робот был построен в 2005 году и является самым первым в истории человекоподобным роботом столь крупных размеров. Его высота составляет 340 сантиметров, вес — около 1000 килограмм. Родиной робота является Япония. Над проектом трудилась компания Sakakibara Kikai. Создан он был, однако, усилием лишь парой человек. Интересно, что, несмотря на наличие полноценных ног, Лэнд Вока не ходит в привычном понимании этого слова. В его ступни встроены гусеничные платформы, которые позволяют роботу ездить по ровным поверхностям со скоростью до полутора километров в час. Никакого практического назначения в Лэнд Вока не закладывалось. Он создавался исключительно как выставочный объект. Тем не менее, разработчики снабдили его возможностью стрелять мягкими резиновыми шариками. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных! Шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь! Не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на мой канал! Субтитры сделал DimaTorzok До встречи!